А знаете ли вы, как относились к гороху в старину? Как гласит история, этот овощ с древности окружен мифами, легендами и различными оккультными ритуалами. По преданию, когда бог разгневался на Адама и Еву, то изгнал их из рая. Адам изо всех сил старался хоть что-то вырастить на земле для пропитания, но безуспешно. Однажды, работая на пашне, он начал плакать от отчаяния, и его слезы, упав на землю, дали ростки. Выросший на том месте горох помог Адаму и Еве выжить. По другой легенде, когда бог прогневался на людей из-за их грехи, то послал им не урожай, обрекая на голод. Богородица, глядя на человеческие страдания с небес, сильно плакала. Ее слезы упали на землю, и там, куда падали слезинки, прорастал горох, который спас голодающих от смерти. По третьей легенде, бог Тор однажды тоже разгневался на людей из-за непослушания, и в качестве кары велел своим драконам засыпать все колодцы на земле горохом, дабы лишить их воды. Драконы же роняли его повсюду на своем пути, и половина гороха упала на плодородные земли. Растение проросло и дало людям пищу, за что они посвятили его богу. Скандинавы ели горох только в день Тора, по четвергам. В другие дни его не употребляли, чтобы не разгневать божество. На Руси же, после венчания, когда молодые впервые входили в свой дом, их били плетьями из гороховой ботвы. Считалось, что пройдя такой ритуал, молодые будут жить в достатке, мире и в супружеской верности. В Чехии до сих пор молодоженов на свадьбе принято осыпать горохом, и сколько горошин застрянет в свадебном платье невесты, столько же и детей будет в семье. Колдуны же в древности совершали черные ритуалы с помощью гороха. Они заговаривали горох на бесплодие жениха или невесты, на разлуку молодых накануне свадьбы, на измены и обман. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний.